Доброе время, суток, уважаемые зрители! Продолжаем наши очередные оружейные видео. Сегодня видео на тему аксессуаров от фирмы Magpul. Magpul очень известная всем фирма, и, соответственно, много чего выпускают. Но в этом году они первый раз начали выпускать пистолетные магазины. В данном случае магазины для пистолетов Glock 9-мм калибра, как самые популярные. И что? И у них произошел блин комом, скажем так. То есть первые магазины, которые выпустили для Glock 9-го калибра. Вот они как раз, я специально приобрел, как только они появились. Потом открою и покажу. Они у них вышли с проблемами для более коротких Glock. То есть в Glock 17, Glock 34 и так далее будут работать нормально. Вот в Glock 19, который, к сожалению, в сейфе сейчас не выкопал, они не будут работать. Что-то там у них происходит. То есть в Glock 17 это работает вполне нормально. Кстати, на тему магазинов для Glock очень кратко. В принципе, есть несколько изготовителей на данный момент. Есть Glock сам по себе, оригинал, австрийский. Есть корейские магазины. В данном случае KCI. Ай, вот у меня два магазина для Glock 19. Пистолет у меня в другом сейфе, я у него не копался сейчас. Ну, совершенно, конечно, разное качество. А теперь вот, соответственно, Macpool третий изготовитель. Там еще был Schreiber. Но это дорогие большие магазины, немножко другую тему. И вот я хочу просто здесь сделать краткое сравнение и показать, что это за новые магазины от Macpool. Мы их разберем, сравним с оригиналом и заодно отремонтируем. Ну вот, смотрим. Два магазина рядом. Соответственно, слева это магазин Macpool на 17 патронов. Справа магазин Glock на те же самые 17 патронов 9 мм калибра. По размеру они почти такие же. Конечно, немножко другая основа у Glock магазина по сравнению с Macpool. На Macpool большая кнопка для разборки, а на Glock маленькая. Но, что интересно, на Glock магазине, как вы видите, есть отверстие, показывающее каждый практически патрон. Начиная с пятого. На Glock магазине есть только небольшое отверстие, показывающее 17 патронов. Это, честно говоря, менее удобно. То есть, например, если у вас меньше 17 патронов, сколько вы их там увидите, вы знать не будете. Но вот есть большая разница. Вот такой магазин стоит 20-30 долларов, а это стоит 15. То есть, если в большом количестве, то Glock магазины будут гораздо дороже. Ну что, разберем, посмотрим. Здесь вот кнопочка, и, соответственно, можно сдвигать. Так, я, честно говоря, магазины разбираю довольно-таки редко. Вот, честно вам скажу. Вот, я уберу остальные, чтобы не мешали. Вот, соответственно, разобранный магазин от Macpool. Оригинал, еще не отремонтированный. А теперь мы таким же способом попытаемся разобрать Глоковский магазин. Вот, кстати, Глоковский магазин разбирать немножко сложнее. Здесь нужна гораздо более острая вещь. Не знаю, хочется ли ножом или нет. Ножом мне не хочется. Так, сейчас надо придумать. То есть, пальцем здесь Глоковский магазин не разобрать. Вот это, кстати, неприятная вещь. Я подозреваю, что не только мне неприятная. Возьму одну из своих отверточек. Вот у меня такой комплект от Black & Decker есть. Неплохой сравнительно. Не магнитный. Так, открыто открылся. А вот съехать не захотел. Интересно. Крышка от Глоковского магазина идет вниз хуже, чем от Macpool. Что, в принципе, неудивительно. Потому что подозреваю, что не любят его разбирать. То есть, видите, здесь крышка сделана по-другому. Вот, как ни странно, разобрать Глоковский магазин немножко сложнее. Так что давайте сейчас я быстренько немножко сделаю паузу, разберу его. А потом проснулась память и напомнила мне, что Глоковский магазин без специальной инструмента не открывается. Вот. Серьезно говоря, огромная разница с макпуловскими, у которых на базе, на основе, на нижней крышке, можно сказать, большая кнопка, для которой не требуется специального инструмента. Это одно из преимуществ именно макпуловского магазина перед Глоковским. Посмотрим, есть ли другие. Давайте посмотрим. Для начала, давайте посмотрим, чего такое мне прислал магазин Midway USA, где я его покупал. И вот это измененный корпус, улучшенный, обновленный корпус макпуловского магазина. Вот, если хотите посмотреть, что это такое. И он, соответственно, немножко изменен для того, чтобы был совместим со всеми 9-мм Глоками. Что на нем изменили, я не знаю, честно вам скажу. Мне его прислали бесплатно, практически мгновенно. Вот там остальные лежат, соответственно. Один упал со стола. Что-то здесь изменили. Что именно сложно мне сказать, я этого просто не знаю. Но вроде бы, вроде бы, теперь эти магазины совместимы также с 19-ми и 26-ми Глоками. Ну что, требуется взять, соответственно, пружинку с основой и поставить в улучшенный корпус магазина. Вот так вот. Открывается он исключительно просто, как видите, здесь большая кнопка такая. Вот интересно, что в нем такого измененного, я не знаю. Серийных номеров я здесь никаких не вижу дополнительных. Странно, конечно, мне. Но это, соответственно, уже убирается. Это я буду отдельно откладывать, как нерабочий магазин. А теперь можно уже сравнить более-менее современную версию, отремонтированную версию магазина и Глока. Ну что, направляющая здесь явно немножко разного типа. Вот как вы видите, слева, соответственно, Глок. Справа Матпул. Сейчас одену и подчатки, чтобы руки не отсвечивали лишний раз. А то, когда пытался разобраться с магазином, то в принципе, Глоковский магазин теоретически можно разобрать без инструментов. Но вот как это делать, я лично не знаю. Ну, мне это просто никогда не требовалось. Они очень надежны. Так. Вот теперь будет лучше видно, лучше фокус. И, соответственно, вот два этих магазина. Смотрите, вот у Глока, соответственно, некоторые детали с металлом. Вот, как вы видите. Здесь металл, здесь металл. У Мапула всё это чисто пластик. Никакого дополнительного выреза здесь нету на корпусе магазина. Что ещё? Вот, как видите, база, или нижняя часть магазина на Мапуласком гораздо толще. Это мы посмотрим, на что это повлияет. То есть он выступать будет из шахты магазина, по-моему, чуть побольше. На пистолете. Здесь есть некоторый материал, который позволяет пальцем не скользить по крышке магазина. Да и всё. Давайте проверим, как это работает. У меня есть, соответственно, безопасные, так называемые, патроны. Калибра 9 мм. Посмотрим, как они работают в Мапуласком магазине. И одновременно сравним их с Глоковским. Показать патронов в каждый магазин. И заодно проверим заряжающее устройство от Глоковского магазина. Будет ли оно работать с Макпуловским магазином. Работает. Вот, кстати, заметно было, что и сейчас на последнем патроне немножко перекосило. А это нехорошо. Так, проверяем то же самое в Глоковском магазине. Может быть, часть вам не видна, но поделать ничего не могу, потому что камера под углом. Не привык я пользоваться всякими этими устройствами, честно вам скажу. Но пальцы они действительно сберегают. Я просто привык к подходу, что если у тебя его не может быть с собой всегда, то готовься поработать без него. Так. Глок 17 проверяем. Пустой магазин. Магазина нету. Патронники ничего нету. Проверили. Проверяем сначала Глоковский магазин. Пять патронов. Пустых, конечно. Сбрасываем магазин. Теперь проверяем. Магазин. Магазин. Как вы видите, он выступает из шахты больше. Вот. Если Глоковский магазин, он здесь, соответственно. Магазин. Магазин чуть-чуть побольше выступает. Ну, если уже успехом хорошо сработал. Магазин сбрасывается свободно. Но он весит меньше. То есть, в принципе, потребуется некоторое дополнительное усилие. Если магазин не совсем вертикально. Ну, не намного больше. Сбрасываться хорошо. Давайте проверим по весу. Вот я, честно говоря, не знаю, насколько хорошо вам будет виден здесь экран весов. Будем надеяться, что не особенно сильно отсвечивает. Пустой магазин МакПуловский. Весит 50 грамм. Пустой магазин Глоковский. Весит 77 грамм. То есть, разница у нас почти в полтора раза. Даже больше, чем в полтора раза. 78 грамм он весит в результате. То есть, 28 грамм разница. Больше, чем в полтора раза. Ну, и на ощупь, конечно, да. То есть, в принципе, для вашего комплекта снаряжения Глоковские магазины будут тяжелее. Но, будут ли они настолько же надежны, неизвестно. Смотрите, все-таки у Глока гораздо больше металлического усиления. И причем и задняя стенка магазина с металлическим усилением. Дополнительные отверстия. То есть, в принципе, магазины, по-моему, все-таки более высокого уровня, чем макпуловские. Но 30 и 15 долларов. Было бы интересно, если бы макпул выпустил макпуловские магазины с металлическим усилением, как у Глока. То есть, к примеру, немножко на другую тему. Макпул сейчас выпускает магазины для АК-47 калибра 77-39. На данный момент это пластиковые магазины. Здесь никакого металлического усиления нет. Нету ни стенок, ни губок, ни губ, ни задержки магазина. Защёлки, точнее, вот этой. Но они планируют выпустить такой же с металлическим. Но уже в два раза дороже. То есть, вполне возможно, что Глок выпустит и... Извиняюсь, макпул выпустит и глоковские магазины. Тоже следующая версия. Посмотрим. Вот так вот, вкратце, о Глоках и глоковских причиндалах от фирмы Макпул. Как вы видели, вот магазин от фирмы Макпул, 9-мм. Причём отремонтированный. То есть, первая версия у них получилась неудачная. Работает, соответственно, в пистолете Глок. Вот так вот. Спасибо за внимание. А теперь можете переходить к следующему видео. А я пойду его снимать. Если у вас нет какие-нибудь вопросы, дайте мне знать. Если у вас есть какие-то пожелания, тоже дайте мне знать. Эти магазины у меня будут, скорее всего, именно для Тира. Потому что у меня, честно говоря, большое количество чисто глоковских магазинов. Уже. Спасибо за внимание. . Субтитры подогнал Игорь Негода. Игорь Негода. Труgasp. Продолжение следует...